Сегодня в программе «Простые вопросы» писатель, актер, драматург Евгений Гришковец. Когда ребенок танцует у зеркала под музыку, он же убежден, что он танцует лучше, чем любая балерина Большого театра. Мы всегда сравниваем свои сегодняшние ощущения с детскими впечатлениями. Я когда говорю «холодно», я не говорю «сколько», потому что холодно в Сибири, это не то же самое, что холодно в Минске. Сам спрашиваю себя, почему я так много думаю о смерти. Евгений Валерьевич, большое спасибо за возможность встретиться с вами снова. Добро пожаловать в Минск. Спасибо большое. Для большого количества ваших поклонников это удивительное удовольствие послушать вас, для журналиста изысканное удовольствие поговорить. Но вот, знаете, исходя из того, что вы в свое время написали, по-моему, 12 писем Тарковскому, если бы у вас была возможность изысканно с кем-то пообщаться, вы бы, наверное, выбрали Тарковского. Я бы очень этого хотел, при этом я опасаюсь. Я ведь не знаю, как понравились бы ему мои спектакли. Скорее всего, ему не понравилось, потому что, читая его дневники, я не нашел там каких-то авторов или режиссеров из современников, которые бы нравились Тарковскому. И поэтому я опасался бы, но я бы очень хотел. И не просто так о природе, о погоде, а есть вопросы об искусстве, которые бы я хотел ему уже в свою очередь задать. И думаю, что получил бы тот самый ответ, который сам не нахожу. Евгений Владимирович, вы часто цитируете дневники Тарковского. И вас как-то спросили на какой-то писательской конференции про счастье, что-то. А вы взяли, сразу процитировали то, какую формулировку давал Тарковский. Вам ближе всего эта формулировка? Вот, по-моему, как она с христианской точки зрения в счастье человек в дружбе, в любви и в работе? По-моему, так. Нет, там не так. Он писал, что человек, взрослый, умный человек, счастлив тогда, когда он не думает о смерти. А он сказал, что я не думаю о смерти в процессе дружбы, любви и любимой работы. Вот так он сказал. А да, с определенного возраста я могу подтвердить, я много разговаривал сам, спрашивая себя, почему я так много думаю о смерти. Ну, неизбежно, эта мысль приходит и она настигает, с этим приходится жить. Но в моменты счастья, ну, скажем, во время спектакля, когда я на сцене, я, конечно, не думаю о смерти. Я думаю о том, что происходит. Я в момент счастья. Вы разрываете сердце, когда рассказываете, когда вот есть в ваших спектаклях истории про детство. Потому что все это помнят, но никто не формулировал так, как вы. И вы даже говорили, что это вот все-таки детство, мы теряем детство и нас как будто из рая выбирают. Да, да. Вот у меня вопрос о детстве в следующем. Как вы считаете, почему вы в детстве так счастливы? Потому что мы многого не знаем или потому что на нас нет ответственности, которая есть на взрослых? Все вместе, мы мало чего знаем. В конце концов, в детстве мы очень хорошо себя чувствовали. Ты не устаешь. Ты, ну, нет, конечно, бывают там болезни, простуда, но ты быстро проходит и опять. Ты можешь бегать бесконечно. У тебя нет бессонницы, у тебя нет длительных вопросов, над которыми ты долго думаешь. Тебя не мучает совесть по-долгу. Ну, ты вот живешь, и у тебя все очень мощно. Ощущение хорошей погоды, она очень мощная, ощущение лета мощное. Купание. В воде, я вот, вот, три, трое детей у меня. Вот, в среднем, я видел, как старшая с восторгом купалась и не вылезала из воды. Потом стало меньше, а теперь вообще в воду не залезает. И просто лежит у моря и загорает. Среднему сыну скоро исполнится 13. И уже в этом году у него море не вызывает такого восторга. Потому что в прошлом году, он еще в мае, когда вода была 17 градусов, он залез в воду и говорил, что вода очень теплая, его вытащить было невозможно. А младшая, которая 7, она неудержима, она готова быть в воде всегда и спать там. Так что, когда мы взрослеем, нас выгоняют из рая? Конечно, мы все, все, все взрослые люди, все изгнанные из рая люди. Не изгнанные, не изгнанные. Потерявшие рай. Кого-то изгоняют, а кто-то просто теряет. Но неизбежно. Неизбежно мы теряем рай. И поэтому мы так любим маленьких детей. Потому что они нам сильно об этом напоминают. Очень остро. И наблюдать за ними так радостно. И поэтому маленьких детей мы стараемся и очень все время хотим фотографировать. Все время хотим фотографировать. Потому что они каждую сибунду меняются. Они всегда прекрасны. И хочется, когда взрослый человек уже понимает, что скоро вот это счастье кончится для этого маленького человека. Хочется как можно больше наснимать, нафотографировать, как они танцуют. Когда ребенок танцует у зеркала под музыку, он же убежден, что он танцует лучше, чем любая балерина большого театра. Евгений Владимирович, у меня такое удивительное ощущение. Почему-то вот все вроде это знают, но обратить внимание так, как вы, никто почему-то не удосужился. Вы, когда первый раз почувствовали, что это интересно, вы потом эксплуатируете это? Или наоборот, вы не можете забыть? Это такая искренняя тяга об этом рассказывает. Тема детства не везде у меня все-таки в спектаклях присутствует, она необязательная. Она у меня магистральная, не могу без нее, поскольку во всех самых сильных впечатлениях человек всегда обращается к теме детства, ну неизбежно. Мы всегда сравниваем свои сегодняшние ощущения с детскими впечатлениями. Для большинства людей важнейшим местом в мире было то место, где он родился и вырос, и прожил хотя бы лет до десяти. Или даже если первые пять лет он там прожил, это все равно возвращается во снах. Это первые самые сильные и острые воспоминания. Люди помнят свой подъезд, свой лестничную клетку, дверь, кнопку звонка. А у вас собирательный образ? Или вы, допустим, как я съел собаку, вы свое детство все рассказываете? Бабушка, просыпание, все это? Да, конечно, это мое. Но это также у всех есть. Не у всех были бабушки, но у большинства они были. Ну, все очень, да, у всех очень похожи. И я убираю из этого текста какие-то определенные признаки. То есть я нигде не говорю, что это город Кемерово. Я нигде не говорю, какая это улица. Я когда говорю холодно, я не говорю, сколько. Потому что холодно в Сибири, это не то же самое, что холодно в Минске. А холодно в Минске, это совершенно не то же самое, что холодно в Сочи, условно говоря. И поэтому нужно говорить просто холодно, а не говорить, сколько градусов. Позвольте вопрос о спектакле «Шел под сердцем». Вы, по-моему, впервые показываете в Минске. Я не имел возможности видеть, но я слышал аудиоверсию спектакля. Вы там говорите от имени сердца, а это получается средний род. Да. Это, наверное, что-то диковинное такое для русской литературы. Так я вот хотел сказать, мне показалось, что все-таки ваше сердце все-таки капризная дама. Нет. Сердце совсем не капризное. И в моем варианте точно не капризное. Оно не хочет страдать. Оно требует ни любви, ни боли за футбол. Это вот, знаете, немножко напоминает заботливую жену или маму. Все правильно. Ничего, не переживай, не страдай. Никто не хочет страдать, и правильно. Человеческий организм чудесен. Он справляется со всеми вещами. Он настолько прекрасно устроен. Когда человеку становится слишком плохо, слишком больно, человек теряет сознание. Человеческий организм отключает сознание, чтобы человек не сошел с ума. Когда человек слишком сильно наслаждается, слишком сильно радуется, к нему приходит очень быстрая усталость, пресыщение. Организм говорит, хватит. Организм все время защищает себя от человека. И сердце в данном случае защищается от человека, в пользу человека. Но чтобы человек прожил хорошо. Чтобы человек прожил дольше, рациональнее, спокойнее, прекраснее. Это невыполнимо. И те требования, которые сердце предоставляет человек, они невыполнимы. Иначе это будет просто не человекоподобно. Значит, это не заботливая жена или мама? Нет. Это сердце, это замутливая жена или мама. Это прекрасно. Но это диктат. А сердце ничего не диктует. Так вот сердце в спектакле «Шепот сердца» против того, чтобы человек себя уничтожал. Но если человек не будет себя уничтожать, он же не сможет заниматься творчеством. Сможет, конечно. Почему бы. То есть можно жить рафинированной жизнью и не переживать, и при этом делать произведение высочайшего уровня, по-вашему? Ну нет. Не переживая невозможно. И в рафинированном устройстве жизни ничего значительного создать, конечно, будет нельзя. Но были примеры. Вы сыграли даже такой пример. Вы сыграли прототип Симонова, который не мог писать уже, когда у него не было 19 градусов. Он ничего значительного после этого и не написал, когда жил такой жизнью. Но были же люди, которые жили вполне сиборитски и даже сиборитски, но при этом разумно. То есть и сытые, и пьяные, и прожили многие годы, и делали прекрасные произведения искусства. Я больше, знаете, о переживаниях. О переживаниях таинственные. Но переживания, эти самые переживания, это как справиться с переживанием. Вот пришло тебе сильное переживание, страдание, а ты взял и написал в связи с этим роман, книгу или пьесу, или снял фильм. А кому-то пришло переживание, это так больно, он взял и нашел другие способы лечения этой боли. Алкоголь, наркотики, что-то развеселое, разухабистое. Евгений Валерьевич, позвольте вот такой вопрос. Вы живете в Калининграде. Мы с вами год назад говорили о том, как же устроена ваша жизнь. Я имел возможность несколько недель назад записывать ряд интервью у коллег в Литве. И пытался договориться об интервью с одним публицистом, который так резко высказывается, антироссийские высказывания. И вот он говорит там, говорит, вы посмотрите, русские, что вы сделали с Калининградом, как вы испортили, вы хотите и в нашу жизнь ворваться. Ну, во-первых, как вы считаете, действительно ли ситуация существует, которая может быть подвергнута критике, что произошло с Калининградом, с Калининградской области? А во-вторых, слушайте, вот то, что они так вот искренне говорят, потому что они боятся агрессии, это вот они играют? Я сказал, выступая в Риге, я сказал следующее. Я с вашей вот этой антироссийской риторикой, с идеей строить забор вдоль границы с Калининградской областью, ну, бред, зачем уж так? Ну, для чего этот забор? Чтобы какой-то русский не перелез? Там налажены хорошие переходы, нет очередей. Или этот забор может спасти от ракеты «Искандер»? Ну, что это? Я сказал, я не уважаю вас, мне к вам нет в связи с этим абсолютно никакого уважения. Я спрашиваю, почему? А потому что если вы всерьез, всерьез, к настоящему, боитесь, ну, так вот, всерьез боитесь российской угрозы, российского вторжения в Литву, Латвию, Эстонию, ну, всерьез, то вы дураки. Дураков не уважают. А если вы исполняете некий спектакль для какого-то более значительного европейского сообщества или для Америки в связи с опасением российской угрозы, то вы подонки. А подонков тоже не уважают. Казахи тоже. Многие выступают с такой риторикой. Это очень популярная тема в Казахстане. Сказать, что а как же, ну, в Караганде тоже большинство русских возьмет Путин и решит забрать Караганду. Вот это я не сталкивался с этим. А я сталкивался, потому что был в Казахстане недавно, и у меня есть друзья-казахи, которые регулярно... Серьезно об этом? Серьезно об этом говорят. Я уже даже просто с ними, ну, просто не разговариваю на эту тему, потому что, ну, это бессмысленно. Когда люди занимаются такой риторикой, когда они делают оскорбительные, делают постоянные, провокационные и крайне оскорбительные высказанные в сторону России, моей любимой страны, в которой я живу, значит, они по-настоящему ничего не боятся. Все это фигня. Вот это, это, если бы они всерьез боялись, они помалкивали бы. Я прежде в Минске слово «Москаль» не слышал, а последние два года слышу. Ничего себе. Вот. В Москалье приезжали. Ты чего говоришь, как Москаль? Там кто-то по-дружески вот так. Ну, просто этого не было. Ну, хорошо. А если посмотреть с другой стороны, вы не чувствуете, что, скажем, допустим, нам в Беларуси какие-то вещи обидно тоже слышать? Наверное. Ну, как вы думаете? А какие? На хлебнике. Мы вас кормим. Я такого... Кто такое сказал? В социальных сетях, когда идет перепалка. А, это, послушайте, ну, еще я не опускался до социальных сетей. Поймите, пожалуйста. Нет, просто вам же в беседе кто-то сказал «Москали». Нет, это были люди, которые вот они, люди. А в социальных сетях я не знаю, кто эти люди. Это может даже... Кто это написал? Может, написал человек, который сидит вообще в Австралии. Откуда мы знаем? Вы знаете, меня в этой ситуации беспокоит другое. Мне кажется, что корень, безусловно, вам, может быть, это и чувствуется. И видится, что, скажем, зарождающимся, может быть, проявлением каких-то национальных идей. Но мне кажется, какая-то ситуация с двух сторон. Я просто, ну, как писателя прошу, вот, может быть, вашего совета или, скажем, оценки. Это значит, что Белоруссия не входит в число каких-то ежедневных мыслей и переживаний русского человека где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Все знают и любят. Вот есть Минск прекрасный, есть Белоруссия, есть любимые песниры. Людям многим достаточно этого знания о Белоруссии. А вот на Евровидении 17-е место заняла группа «Нави», мои друзья, коллеги. И мы 25 марта текущего года вышел спектакль в МХТ имени Чехова под руководством Олега Павловича Табакова. И вот музыку для этого спектакля написали мне группа «Нави». И этот спектакль был с большим успехом в этом самом знаменитом российском театре. Там звучит музыка молодых белорусских музыкантов. И для них-то тоже, между прочим, событие, что в программке театра указано. Композиторы такие-то. И это идет на сцене великого МХТ. Так что все будет нормально. Спасибо за ваше время, за ваши визиты в Беларусь. Вас здесь очень любят и всегда ждут. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова